поступили вопросы о поднятии половой потенции поднятие половой потенции что там делать я на это ответил так кратко и вот хочу сказать что я написал целую книжку интимные нормы и здоровье вот она вот такая вот это моя бложечка все я сделал видите это даже знак знак ну будем говорить и удачи счастье то есть каждая каждая вещь которую вообще делаете но она должна иметь какой-то посыл для того чтобы у вас ваша задумка сложилась удачно значит вот это вот оформление моё я сделал да красивая беленькая серия вот такая вот она идет здесь тоже где значит мой герб видите то есть у каждого человека должен быть свой герб это значит знак удачи ну вот почитаем содержание чтобы вы примерно представляли я ее в ближайшее время сделаю и выложу на своем сайте малахав про свободном доступе содержание значит предисловие то автора вместо вступления интимные нормы что это такое они оказываются совершенно разные совершенно разные у разных народов меняются в зависимости от времени раньше были одни сейчас совсем другие далее вот такой вопрос образование пола у человека нормальная сексуальность мужчин и женщин индивидуальное сексуальное отличие мужчин и женщин все индивидуально на чем это основано вы можете почитать я здесь как раз привожу древние такие рассуждения о о этих отличиях как у мужчин так и у женщин ну очень очень интересны выбор полового партнера выбор полового партнера да но здесь различные рассуждения и вот когда говорят о том как там восстановить потенцию это в первую очередь конечно должен быть у вас человек тире половой партнер который вам близок и дорог чтобы у вас к нему была в первую очередь симпатия и и было желание вот эти вот две вещи симпатия и желание определяет вашу половую активность если у вас не симпатии не желание нету но о чем тогда можно говорить вот это должно будет как проявиться это основа того чтобы у вас интимная жизнь протекала будем говорить регулярно протекала значит достаточно ярко и достаточно регулярно если этого нету если этого нету то то мало там что будет конечно можно там что-то там сделать планета ну ладно почитаем дальше значит выбор полового партнера далее половая система мужчин и ее проблемы устройство и дальше мужские половые проблемы да по-моему я не знаю здесь и описано как их устранять вот эти вот проблемы то есть если есть проблемы значит должно быть и я думаю описание там как их устранить она правда было написано 2003 году я уже так подзабыл половая система женщины и проблемы как что почему то есть это касается каждого человека особенно молодого человека как мужчину так и женщину потому что такой период вообще-то можно сказать жизнь человека разделяет на несколько периодов и как раз вот период половой активности он подразумевает что вот вот это я бы не сказал проблема а вот это вот жизнь в данном на данном периоде она становится основной если идут какие-то неполадки в сфере если что-то не получается если какая-то ущербность это все передается на психику и начинается будет уже психосоматическое заболевание расстройство с точки зрения вот этого оказывается все это можно преодолеть и как преодолеть вот здесь как раз вот и написано далее сладострастное ощущение мужчин и женщин многие многие ну я вот слышал а вот как я там хороша или нехороша а как я хорош или нехорош удовлетворил или не удовлетворил то есть люди тоже на каких-то бывает внутренних сомнениях им очень важно вот это вот подкрепление того что они в этом плане то есть когда какая-то сексуальная но будет не удовлетворенность это идет как ущербность виде ущербности на всю личность человека и человек уже вот так он все нормальный но вот в этом плане вот где-то там слабовать или еще что-то у него такого и все это уже переносится на всю его жизнь как с этим там бороться как к этому подходить все это ну будем говорить можно решить и все это решаемо и сладострастное ощущение мужчин и женщин они разные у женщин они нарастают ну будем говорить у них нарастает более там медленнее хотя и не женщина более медленнее и им требуется больше времени для того чтобы они как сказать раскочегарились вошли необходимую ритм мужчины более таки горячий раз раз и все а у а женщина только над что-то начало ощущать а дальше ничего там не было то есть вот это как это все это решается все это чтобы и мужчина и женщины были удовлетворены и на основе вот этих вот вещей у них не возникало никаких ущербностей и это не влияло на их не здоровье и судьбу практика интимных отношений очень такой важный раздел о чем могут рассказать родинки оказывается родинки тоже рассказывают о том и вот раньше знаете о древних было интересно такие можно сказать не науки а раздел как бы сказать знаний такие как искусство объятий как человека значит обнимать как его ласкать для того чтобы ну будем говорить это это было это было приятно это было возбуждающе и это было будем говорить ну приносило максимально удовлетворение искусство значит объятий любовные поцелуи знаки любви это тоже интересная такая будет ну целая так сказать отрасль знания как это все все это происходит то есть не просто тут описано только сексуальные какие-то вещи от все я постарался собрать все что касается этого потому что я в то время в то время но будет этот вопрос меня интересовал сейчас у меня особо не интересует но тем не менее кто что мне интересовало я для себя значит познал половой акт его особенности там допустим оральная эротика если такого раздел вспомогательные средства и сексуальное влечение оказывается это это было давным-давно сексуальные приспособления были да это было для того чтобы лучше удовлетворять друг друга и ну к этому раз это было это было до нас не знаю как к этому так предвзято там как-то относиться это плохо это там еще а вот наконец-таки питание и секс какое питание влияет на то чтобы у вас постоянно но говорить половая функция работала нормально какие продукты это все дело вызывают в лечение здесь описано наконец-таки описана такая интересно особенность особенность интимные отношения это не просто получение удовлетворение но это можно использовать в целях лечения и древние это использовали понимаете эту науку сейчас вот некоторые там читают камасутру ха 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 хи 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 или еще какие-то там книги древние и все это так относятся но как бы сказать это стыдно или постыдно или еще как-то но когда когда два любящих сердца доверяют друг другу то между ними ничего постыдного нету вот что самое интересное важно постыдно возникает только тогда когда вы потребительский относитесь к этому разделу своей собственной жизни вы хотите больше потреблять а вот любовь и интимные отношения тогда хороши когда вы пытаетесь больше отдать своему партнеру нежели получить и он вам отдает больше и вот это вот отдача взаимное вот это вас обогащает я даже возбудился надо же как сказал основа общения между мужчинами и женщинами дополнительные советы мужчинам по налаживанию сексуальной жизни дополнительные советы женщинам по налаживанию сексуальной жизни противозачаточные средства какие что как лучше применять далее идут такие разделы как сомнительные половые акты и сексуальное удовольствие почитайте об этом что это тут такое наконец таки карма и секс и послесловие то есть вот эту вот книжечку я вам рекомендую ее прочитали мои дети они уже взрослые и это им очень понравилось так что я думаю этот вопрос закрыт если вы хотите что-либо узнать действительно знаете не просто так как вот это хи-хи-ха-ха а более-менее серьезное я вас отсылаю к этой книге кстати у меня скопилось очень много этих экземпляров вот в таком вот виде не хочу сказать что я могу их вам продать но я могу действительно вам продать а если вы подождете немного это все появится бесплатно на моем сайте вот такой же компоновки а а а а а а Продолжение следует...